Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – Рей Дуглас Брэдбери «Рассказ Зелёное утро». Сегодня на уроке вы познакомитесь с произведением Брэдбери «Зелёное утро», узнаете о толковании понятия «фантастический рассказ», определите тему и идею произведения, выражая своё мнение о поступках героев, охарактеризуете героев произведения на основе деталей и цитат из текста. Интерес к творчеству Рея Дугласа Брэдбери не ослабевает. Его произведения переведены во всём мире. Самые знаменитые из них – «451 градус по Фаренгейту», «Вино из Адуанчиков», а также цикл рассказов «Марсианские хроники». В своих произведениях писатель точно соединяет реальный и фантастический миры. Слово «фантастика» можно перевести с греческого как «способность воображать». Фантастика – это жанр художественной литературы, в котором сочетаются нереальные, неосуществимые на данный момент события. В фантастическом рассказе описываются события, которые вообще невозможны в реальной жизни. Таким рассказом является знаменитое произведение «Зелёное утро», которое вы прочитали дома. Ребята, определите жанр этого произведения, а также назовите три признака жанра. Конечно, вы ответили так. Это рассказ, так как произведение небольшое по объёму. И три признака рассказа – ограниченное число действующих лиц, одна сюжетная линия. В рассказе повествуется о нескольких важных эпизодах и жизни героя. О чём же может быть рассказ с названием «Зелёное утро»? Подумайте о символике цвета. Зелёный цвет – это символ жизни, пробуждения природы, цвет возрождения души и мудрости, цвет весны. Брэдбери называет рассказ «Зелёное утро», потому что он с оптимизмом смотрит на мир. Поэтому «Утро у него зелёное» – синоним слова «жизнь». Кто главный герой этого произведения? Автор не даёт нам портрета героя. Мы знаем, что ему 31 год. Называется имя – Бенджамин Дрискол. О чём же он мечтает? Его мечта – сделать планету Марс зелёной, пригодной для жизни человека. Эта мечта стала острой необходимостью, целью и смыслом его жизни. Дайте оценку герою произведения. Ребята, проверим ваши ответы с ответом на экране. Герой – целеустремлённый человек. Об этом его качестве свидетельствует тот факт, что он ни разу за 30 дней, пока работал, не оглянулся назад. Для него оглянуться – значит сдаться. Он одержим своей мечтой, потому что, зная, что его труд может оказаться бесплодным, делал своё дело. Герой предан ему. Поставив перед собой высокую цель, он готов трудиться над её достижением, невзирая ни на какие препятствия. Дрискол терпелив и вынослив. Он делает тяжёлую работу в знойной пустыне уже 30 дней. Работает один, страдая от палящего солнца днём и леденящего холода по ночам. Почему Бенджамин Дрискол хочет засадить Марс травой и деревьями? Ребята, вы все понимаете, когда он прилетел на Марс, он потерял сознание от недостатка кислорода. Вот тогда-то почувствовал ответ не разумом, а горлом и лёгкими. Как вы считаете, а почему Дрискол так упорно трудится? Мы все понимаем, он шёл упорно к своей цели, потому что хотел озеленить Марс, чтобы на планете этой появился кислород, дающий возможность дышать полной грудью. Ребята, назовите тему и идею этого произведения. Сверим ваши ответы с ответами на доске. Тема – озеленение планеты Марс, чтобы приехавшие на неё люди могли дышать кислородом. Идея – борьба человека с невозможным. Труд во имя будущего. Крайнее упорство, чтобы делать добро. А как марсианская почва описывается в этом рассказе? Какая она? Живая, мёртвая? Приведите пример из текста. Ребята, проверьте свои ответы с ответами на экране. Собирается силами, ожидая солнца, ожидая дождей, ни деревца, ни травинки. Подумал о богатой чёрной почве, такой чёрной и блестящей, что она чуть ли не шевелилась. Вы понимаете, что это живая почва. Она ассоциируется с плодородной земной поверхностью. Составьте кластер с ключевыми словами из рассказа «Зелёное утро». Ребята, проверим ваши ответы. Ключевые слова. Скажите, пожалуйста, а как связаны между собой ключевые слова? Конечно же, они взаимодействуют друг с другом. Почва без труда человека не может воспроизвести деревья, травы. А человек без кислорода погибает. Даже костру нужен воздух. Дождь, солнце могут быть и помощниками, и врагами растений. Без них ничего не взойдёт, не вырастет. Но их избыток может всё погубить. Автор сознательно нарушает порядок следования эпизодов. В начале рассказа – описание 30-го дня неутомимой работы Бенджамина Дрискала. Отсутствие дождя может стать катастрофой для посевов, а значит, и для мечты о зелёном Марсе. Это кульминация рассказа. Мы чувствуем физическое и эмоциональное напряжение главного героя. Эпитет свинцовая усталость, очень говорящий, покоряют масштабы работы, которую он проделал. Найдите в тексте цитаты, указывающие на эмоции, которые испытывал Бенджамин перед ключевым эпизодом. Чувство главного героя есть в этой таблице. Вам нужно добавить цитаты. Проверьте себя, ребята. Тихая надежда сменяется сомнением. От сомнения переходит к отчаянию. Может быть, битва проиграна? Цитата. Стояла необычно сухая погода, и вряд ли хоть одно семечко проросло. Надежда ожила в сердце Бенджамина Дрискала. Неожиданный запах влаги сегодня ночью. Ребята, а теперь прочитаем эпизод из рассказа о начале дождя. Дождь. Он сел. Одеяло съехало. И по голубой рубашке забегали темные пятна. Капли становились крупнее и крупнее. Костер выглядел так, будто по нему, топча огонь, плясал невидимый зверь. И вот остался только сердитый дым. Пошел дождь. Огромный черный небосвод вдруг раскололся на шесть аспидно-голубых осколков и обрушился вниз. Он увидел десятки миллиардов дождевых кристаллов. Они замерли в своем падении ровно на столько времени, сколько нужно было, чтобы их запечатлел электрический фотограф. И снова мрак, и вода, вода. Ребята, найдите в этом отрывке метафоры, олицетворения и эпитеты. Проверьте себя. Метафоры. Костер выглядел так, будто по нему, топча огонь, плясал невидимый зверь. Олицетворение. Забегали темные пятна. Свод вдруг треснул. Эпитеты. Сердитый дым. Огромный черный свод. Аспидно-голубых осколков. Какова идея этого отрывка? Конечно, вы все понимаете, вода – это источник жизни, надежда на создание благоприятной для человека среды на Марсе. В данном случае вода помогает выращивать лес, как источник кислорода. Ребята, а добился ли Бенджамин Дрискл цели? Приведите примеры из текста рассказа. Да, Бенджамин Дрискл добился цели, так как на Марсе утро было зеленое. Насколько хватает глаз, к небу поднимались деревья. Ни одно, ни два, ни десяток, а все те тысячи, что он посадил, опуская в землю семена и саженцы. Герой, хоть и сомневался в успехе, все же верил в него и оказался победителем. Действие рассказа происходит на Марсе, но обращено к Земле. Как вы думаете, что беспокоило автора на родной планете? Да, ребята, рассказ Брэдбери «Зеленое утро» очень актуален сегодня. Нет, не на Марсе, а на нашей родной планете Земля, которая уже задыхается от дыма и смога и надеется только на совесть людей, которые еще в силах предотвратить назревающую экологическую катастрофу. Итак, ребята, подведем итог нашего урока. Сегодня на уроке вы познакомились с произведением Брэдбери «Зеленое утро», узнали о толковании понятия «фантастический рассказ», определили тему и идею произведения, выражая свое мнение о поступках героев, охарактеризовали героев произведения на основе деталей и цитат из текста. Я желаю вам успеха и до скорой встречи!